Всем привет! Хочу рассказать вам практически автобиографическую повесть, но, впрочем, обо всем по порядку. В одном из чатов недавно кто-то из новичков меня поздравил с Днем Сетевика. История уже всем известная, никакого подобного праздника нет, но, тем не менее, я решил поинтересоваться, откуда ноги растут у подобного поздравления. И тот же самый новичок мне отправил ссылку на некий госреестр, в котором якобы существует такая профессия, как менеджер сетевого бизнеса, сетевого маркетинга. Этому человеку было и невдомек, что все это фейк, выдумка, фальшивка, но на самом деле очень плохо, что не существует сегодня университетов, хотя бы курсов, я уже не говорю там, о колледжах и институтах, где бы действительно преподавали, быть может, в рамках какого-то отдельного курса по экономике, небольшой подкурс именно о работе, о законах, о правилах, о тенденциях сетевого маркетинга. По моему представлению, сегодня на русскоязычном рынке существует, ну, наверное, порядка 200, 250, а может быть даже 400 тысяч дистрибьюторов, которые трудятся в сегменте MLM, многоуровневого маркетинга, либо думают, что они находятся в MLM, а на самом деле пытаются заработать деньги в компаниях под сетевуху маскирующихся. Если бы такие курсы, такие университеты существовали, то каждый из нас и ваш покорный слуга не совершили бы то грандиозное количество ошибок, не выжгли бы вокруг себя почву, не потеряли бы такое колоссальное число людей, которые могли бы войти в наши команды, наш товарооборот и, соответственно, составить наши невероятные чеки. Ошибки плодят все, на всех уровнях, во всех компаниях, неважно, это человек, у которого есть уже опыт работы в MLM или речь идет о новичке, вчера присоединившемся впервые к той или иной компании. Ошибки существуют в том числе и у лидеров. И это намного страшнее, ведь новичка еще можно исправить, лидера, как правило, уже нет. Ладно бы, если бы он был лидером небольшой структуры, хуже, когда речь идет о лидерах компании. Я в данном видео хочу представить на ваш суд несколько так называемых мною фатальных ошибок людей, пробившихся в лидеры. Многие из этих ошибок, почему я говорил о повести автобиографической, были и моей проблемой, были и моими недочетами, которые имели в разное время, в разных компаниях разные последствия, в том числе и серьезные. Когда человек выходит на тот или иной уровень, бриллиант или там у кого-то другие ранги, другие названия, но тем не менее речь идет о большой структуре, то почему-то перестает заниматься самообразованием. И не важно, что жизнь бежит вперед, что все летит, технологии совершенствуются, где-то появляются автоматизированные системы управления бизнесом в МЛМ, но человек подчевает на лаврах, его убаюкивает его статус однажды, выполнены ранг, какие-то там баллы, бонусы и тому подобное, у него неплохой чек, есть еще то, что в идеале называется пассивным доходом, и человеку кажется, что пора бы и других научить. Самообразование откладывается на потом, а потом и вовсе переезжает в чулан, и этот лидер, горе-лидер, а даже псевдо-лидер начинает обучать. И вот этот синдром наставничества настолько губители, настолько засасывает, настолько вот поглощает этого нашего героя, что звонки прекращаются, рекрут прекращается, какие-то новые идеи уже в голове затухают, человек начинает образовывать и образовывать свою команду, начинает проводить множество тренингов, множество каких-то образовательных там форумов, множество каких-то марафонов и так далее, и так далее. И закидывать людей таким грандиозным потоком информации, что не все попросту в состоянии его переварить. Я это называю отравление информации. Это лидер настолько все захватывает, настолько все это заводит, что люди перестают тоже делать звонки, перестают утеплять свои контакты, перестают со своими этими теплыми контактами общаться, они переваривают этот поток информации, его изучают, его комментируют, как и этот лидер просит, его тиражируют у себя, копируют на своих блогах, никому не нужных, и не на раскрученных YouTube каналах также они все это дублицируют, но главной работой не занимаются. Нет роста, нет рекрута, нет звонков, нет чека, кто-то из них сдувается и уходит. Ладно бы, если бы обвинили себя в собственном неуспехе, но, как правило, обвиняют команду, обвиняют того же самого наставника, продукт, систему, компанию, ее владельцев и так далее. Одним из инструментов отравления информации является тиражирование всевозможных скайп-чатов и прочих систем общения, благо сегодня их у народа достаточно, мессенджеры, ну и так далее. Идет рассылка через электронную почту, через WhatsApp, в Вайбере, что-то там в этих скайпах постоянно булькает, клацает, мяукает. Люди также заражаются вот этим чатингом. Они начинают сбрасывать туда цитаты великих людей, поздравлялки, флеш, всевозможные открытки, миллион всяких смайликов, да, есть целые картины из этих смайликов. И каждый раз ты отвлекаешься на это все, а когда чатов еще много, и твой этот лидер их наклонировал предостаточно, то все это работает где-то в режиме как светомузыка, знаете, такой вот механизм, который постоянно к себе привлекает внимание, работать некогда, общаться с новичками некогда, никого приглашать, времени нет, пережевываешь информацию, которая идет бесконечно, пережевываешь каждый клик, каждый лайк, каждый смайлик в этих чатах, или сидишь на тренингах. Вот здесь я этот момент обозначил как кювет по бездорожнику. Что это значит? Ну, человек уже научился, человек уже получил какой-то результат, и теперь он решил проводить грандиозные тренинги для того, чтобы свой опыт передавать другим. Ошибка такого вот лидера в том, что он не готовится к этим тренингам, он их не планирует, он не составляет какую-то схему, не делает себе какие-то опорные сигналы, чтобы быстро, четко, вот, кстати, опорными сигналами являются те самые прямоугольники, которые вы видите сейчас на экране. То есть я знаю, о чем буду говорить, на своем видео, это тоже такой мини-моно-тренинг, и я читаю подсказки для себя, вам легче запомнить, мне легче все это воспроизвести. Но иногда тренинги у грандиозных в кавычках лидеров происходят в режиме какого-то хаотичного такого броуновского движения, спикер перепрыгивает с одной темы на другую, кто-то его отвлекает, куда-то кто-то его разозлил, об этом мы тоже сейчас поговорим, и в итоге все это уходит в никуда. К концу тренинга партнеры забывают, с чего этот тренинг начался, и соответственно не могут понять, на чем акцентировать внимание, что запомнить, а что отмести как ненужное. еще еще одна проблема это законотворчество. Здесь очень важно понять, что все дистрибьюторы являются независимыми, подчеркиваю, независимыми предпринимателями. Но лидеру кажется, что он начальник, все остальные подчиненные, он делает какие-то для них правила, он устанавливает для них какие-то рекомендации, инструкции. хуже того, что он требует их исполнения, все как на работе, все как буквально функциональные обязанности сотрудников. Кому когда убирать, кому когда мыть, кому когда проветривать окна. И опять же людям нужно изучить эти законы, понять, пропустить через себя, возможно задать какие-то вопросы на правильную, необходимую для успеха, для вообще для нормального человека деятельность времени не остается. Пока растет команда, пока соответственно человек переходит с одной ступеньки своей карьерной лестницы на другую, он больше тратит времени, это понятно, на компанию, на бизнес, появляется много вопросов у людей, кому-то не пришла посылка, у кого-то посылка пришла неполная, недоукомплектованная, у кого-то вообще о ужас с просроченным продуктом, лёлик всё пропало, у кого-то есть проблемы с запуском собственного ютуб-канала, кто-то не знает как вести собственный инстаграм, ну, знаете, проблем миллион, и вот хочешь ты или не хочешь, если ты лидер, если у тебя большая команда, ты не можешь зашоренно от всех дистанцироваться, то есть тебе нужно так или иначе тратить больше времени, но проблема в том, что этот лидер, сам пропадая на этой своей виртуальной работе, требует того же от других, и люди фактически становятся заложниками этих сетевых проектов, у кого-то рушится жизнь, у кого-то происходит такая ситуация, что друзья от этого человека отворачиваются, лидер успокаивает, да это всё фигня, да, вы же понимаете, что через несколько месяцев, тире полтора, два года, когда у вас пассивный доход будет уже грандиозный, когда ваши чеки будут большие, всё у вас сложится, я говорю всегда открыто, да, если долго работать и сильно, и упорно, ты будешь самый богатый либо на кладбище, либо у разбитого корыта, когда уже в принципе с этими деньгами делать нечего, у кого-то распадаются семьи, у кого-то начинаются проблемы с детьми, потому что дети при живых родителях, которые, особенно если вся семья вовлечена в этот проект, они растут фактически беспризорниками, происходит очень много негативных последствий, я знаю достаточное количество таких случаев, кроме того, лидер, обладая определенными знаниями, обладая какими-то навыками, например, говорит на английском языке или владеет системой Powerpoint или еще что-то или в состоянии разговаривать с 30-50 людьми в день, бывают такие лидеры и у меня получается даже разговаривать с действительно большим числом людей в день для того, чтобы привлечь их в свой бизнес, но лидеры, которых я называю горе-лидерами, требуют дублицировать себя в полном объеме. Подчас это невозможно. Подчас невозможно выполнять все то, что этот продвинутый горе-лидер знает, умеет, владеет, чем обладает. Должно быть определенное, на мой взгляд, распределение обязанностей между лидером и обыкновенным дистрибьютором. я уверен, что должен быть какой-то лимит, какое-то максимальное количество рекомендованных часов для ведения бизнеса, неважно, на земле, в данном случае мы говорим о бизнесе в интернете. Нужно, чтобы действия лидера были дублицируемы. Иначе, что подумает человек, обыкновенный дистрибьютор, рядовой или новичок. Тут нужно пахать много, долго, у меня семья, у меня работа, у меня пасека, у меня что-то еще. Такое количество времени, такой объем часов я не потяну. Столько разговоров, столько видео, столько всего я не выполню, не смогу сделать, не смогу перепастить, не смогу прокомментировать, соответственно, не смогу научить, приучить к этому уже своих партнеров, это бизнес не для меня, я из него должен выйти. Когда действия лидера будут просты, понятны и дублицируемы, тогда в команде будет успех, тогда лидер действительно будет лидером. Если вам понравился этот ролик, поставьте свой лайк и обязательно напишите комментарий. Не понравился? мне очень важно знать почему. Я приветствую конструктивную критику. В комментариях напишите, быть может где-то я в чем-то промахнулся. Быть может где-то на ваш взгляд я неверно подошел к той или иной ситуации. Я готов вас услышать. С вами был Тальшахар. Тальшахар. Спасибо.